Молитвенный завтрак Третий год мы проводим его Целью этого мероприятия, которое организовал межконфессиональный пастырский совет На мой взгляд является главной Это консолидация евангельских церквей, но и не только Мы приглашаем к участию и представителей других религий И представителей общественности, и органов государственной власти Главной темой молитвенного завтрака стало 500-летие реформации, духовно-нравственное преобразование общества Встреча началась с приветственного слова Координатора межконфессионального пастырского совета города Екатеринбурга Бака Леонида Анатольевича Если мы возвратимся к правильной традиции К той, которую положил Бог, это основание Наше общество будет процветающим Не нужно будет создавать дополнительные отделы ФСБ Для того, чтобы контролировать чиновников и удалять коррупцию Если на столе каждого чиновника будет лежать священное писание Тема реформации не потеряла своей актуальности спустя 500 лет Об этих уроках и выводах говорил епископ Уральского союза церквей христиан веры евангельской Судаков Виктор Александрович И то, что сегодня у нас происходит в евангельском сообществе Екатеринбурга Среди наших священнослужителей Среди общин наших Это стремление решить то, что тогда было не решено То есть прийти на самом деле к взаимному уважению Прийти к любви И в конце концов прийти к какому-то совместному сотрудничеству По доброй и хорошей традиции Но совершенно нетрадиционно и сердечно Прозвучала евангельская молитва «Отче наш» Которой присоединились все приглашенные В тематических выступлениях говорили о значимости молитвы за начальство и власти О вкладе евангельских церквей в сфере социальной помощи нуждающимся Звучали призывы о личном примере в совершении добрых дел Отмечалась важность внутреннего духовного развития и нравственного преобразования каждого человека Гармоничным украшением молитвенного завтрака стали музыкальные и вокальные номера В исполнении как признанных мастеров, так и молодых дарований В заключении официальной части прозвучала молитва За благополучие и процветание Свердловской области С каждым завтраком атмосфера какой-то настоящести, теплоты, она все больше и больше Если первый завтрак, он был такой более формальный, скажем так, такой презентационный То уже со второго и вот уже в третьем видим более такая теплая, дружественная атмосфера Более честная атмосфера и я убежден, что дальше будет все лучше Я думаю, что мы будем держаться этого, чтобы эта традиция стала ежегодной И в следующем году, надеюсь, у нас будет четвертый региональный молитвенный завтрак